Приветствую! Мобилизация в Украине усиливается и болезненным есть вопрос, а кто первый получит повестку? Тот, кто установил резерв плюс и обновил данные? Либо же тот, кто проходил срочную службу или военную кафедру? Или тот, кто есть в системе Аберик? Пытаясь разобраться в этом вопросе и объясняя подходы государства, я буду это делать, исходя из трех критериев. Первый – потребности, второй – лень и третий – законодательство. И здесь вы можете мне сказать, Олег, ну ты же адвокат, ну почему ты законодательство поставил на последнее место? Ответ прост. Если мы посмотрим международные рейтинги, связанные с правами человека, с верховенством права, то мы увидим, что Украина там, к сожалению нашему огромному, занимает достаточно плачевные места. А это является показателем того, что решения в этой стране принимаются не исходя из того, что написано в законодательстве. И поэтому мы оценивать ситуацию будем, исходя из фактического положения вещей, а не из того, что написано в законодательстве Украины. Итак, о чем мы поговорим? Потребности. Что я имею в виду под этим словом? Потребности – это фактическое состояние, то, в чем нуждается страна во время боевых действий. И мы понимаем, что есть определенные специальности, есть специалисты, в которых страна нуждается. То есть там условно танкисты, пулеметчики и так далее. Да, вот какие военные учетные специальности существуют, вы все прекрасно знаете. И вот здесь вопрос, а кто нужен будет в первую очередь? Ответ на этот вопрос мы можем найти в письме Генштаба. Помните, оно было еще в 23-м году. Ну, актуальным является, по меньшей мере, тем, которые есть в публичном доступе. Это письмо Генштаба за 23-й год. О перечне дефицитных специальностей, которые не подлежат бронированию. То есть, ну, логика нам подсказывает, что вот этих людей будут вызывать в первую очередь. То есть, при принятии решения, кому отправить повестку в первую очередь, будут ее отправлять тем людям, которые имеют вот эти самые дефицитные специальности. Как понять, у вас дефицитная специальность или нет? Все просто. По ссылке в описании к этому видео вы заходите на мой телеграм-канал. Там прямо будет на пост, где файл будет расположен с вот этим письмом, где есть перечень дефицитных специальностей. Ну и размещу там, соответственно, ссылки на перечень специальностей, чтобы вы могли расшифровать и понять, какая же у вас специальность. Соответственно, если вы попадаете в этот перечень, значит, ждите повестку в первую очередь. Но, но не все так просто. Не все так просто. Здесь, знаете, задача со звездочкой. Почему? Потому что я более чем уверен, что даже если у вас дефицитная специальность, это еще не значит, что вы получите повестку в первую очередь. И вот почему? Почему? Потому что есть второй критерий. Лень. Лень. И это, мягко говоря, лень. Вы все общались с чиновниками. Вы знаете, с какой скоростью они работают, и как они вообще работают, и как они любят работать. Вы знаете, как быстро они оказывали вам те услуги, за которые, по сути, вы им платите зарплату. Здесь я рассказывать ничего не буду. Вы все прекрасно это и без меня знаете. Напомню, что я хочу напомнить, что закон о едином реестре военно обязанных призывников и резервистов принят уже давно. В семнадцатом году. А что насчет резерва? А насчет резерва мы знаем, что первые сообщения о том, что реестр уже наполнен на девяносто процентов, появились аж в двадцать третьем году. Ну, это спустя год примерно после того, как вообще началось полномасштабное вторжение. Только тогда что-то пошло с этим реестром. И тогда мы узнали, что этот реестр будет называться Аберих, и там появилась какая-то информация. К чему я веду? К тому, что вы, с большой вероятностью, нет вас в этом реестре, в реестре Аберих. И вы знаете, что, возможно, вы, вы знаете, скорее всего, кучу ваших друзей, которые обновили данные и выяснили, а что в системе Аберих их нет. А теперь вопрос. А если отправляют повестки, формируют их автоматически, а как они будут формировать? По специальностям, и об этом, кстати, Министерство обороны заявляло, что мы будем выбирать, как они говорили там, по принципу контекстной рекламы, выбирать, кто какую специальность имеет, и, соответственно, им в первую очередь рассылать повестки. Так вот, чтобы это выбрать, человек должен быть в Аберихе. Если его там нет, то повестку ему сможет прислать только ТЦК. А ТЦК не пришлет вам повестку, потому что сейчас принято решение рассылать их централизованно. И, соответственно, если вас нет в Аберихе и не указана там ваша вот эта дефицитно-вейсково-обликова специальность, ВОЗ, так называемая, то вам не придет повестка. То же самое касается людей, которые обновили данные. Многие думают, что вот если я обновил данные, все, 100% мне в первую очередь придет повестка. Нет, нет и еще раз нет. Почему? Да потому что вы точно так же, обновляя данные, видели многие из вас, да? На облику свернеться в ТЦК. А это значит что? А это значит, что в системе Аберих вас нет. А повестка формируется централизованно через систему Аберих. И мы знаем, что те люди, которые обновили данные, автоматически их, скажем так, аккаунт в системе Аберих не появляется. Для того, чтобы он появился, его ручками должны внести представители ТЦК. А они этого до сих пор не сделали. И до сих пор есть масса людей, которые данные обновили, а в системе их нет. В то же время, кстати, есть и люди, которые данные не обновили. И они сидят и такие думают, я не обновил данные, значит мне повестка точно не придет. И эти люди глубоко ошибаются. Потому что уже проверено много-много раз, уже сотни раз проверено, что люди, которые не обновили данные, имеют записи в системе Аберих. Вы, кстати, тоже можете это проверить. Дия. Ответ простой. Дия. Вы зайдете через Дию, только не через приложение, а через сайт. Я ссылочку оставлю в описании. И вы можете зайти и проверить, а есть ли вы в Аберихе. Вы заходите, вы генерируете там вот. И если вы есть в Аберихе, он сгенерируется. А если нет, ничего не произойдет. То есть вы там ничего не теряете. Но вы хотя бы поймете, есть ли вы в Аберихе или нет. Соответственно, подводя итог, что нужно сказать? В первую очередь получат повестку не тот человек, который служил или имеет военную кафедру. Не тот человек, который обновил данные. В первую очередь повестки будут разосланы тем людям, которые есть в системе Аберих. Потому что повестки формируются именно через систему Аберих. А вот уже из тех, кто есть в этой системе, в первую очередь будут рассылаться повестки тем людям, у которых дефицитные специальности. Что же касается законодательства, о котором я как бы предварительно говорил, то там все просто. Есть постановление, которое определяет структуру резерва. И вот исходя из этой структуры, можно даже понять, кого должны призывать в первую очередь, кого во вторую, в третью и так далее. И понятно, что там в первую очередь идут люди, которые имеют боевой опыт, либо службу в армии, срочную службу в армии, контрактную, неважно. Люди, которые имеют военную кафедру. Ну а дальше уже пошли те, кто находятся в запасе по определенным специальностям. Но у нас, как вы понимаете, все привязано не к законодательству, а к фактическому положению вещей. А фактическое положение это резерв плюс. Ой, прошу прощения, не резерв плюс, конечно, уже заговорился. Аберих. То есть, если вы есть в абериге и если у вас дефицитная специальность, ждите повестку. Если у вас дефицитная специальность, но вас нет в абериге, то, в принципе, повестку вы, скорее всего, в ближайшее время не получите. По меньшей мере до тех пор, пока повестки не начнут рассылать непосредственно ТЦК и ЭСП, которые найдут ваше бумажное дело и уже тогда пришлют вам повестку. Вот такая ситуация. Друзья, если вы считаете, что данное видео было вам полезным, ставим ему лайк, подписываемся на мой YouTube канал. И также напоминаю про то, что в моем телеграм-канале есть полезная информация, есть перечень вот этих дефицитных специальностей. Заходите и подписывайтесь, и вы в будущем найдете еще массу полезной информации. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.